К нашему эфиру подключается советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань. Сергей Владимирович, рады приветствовать. Здравствуйте. Доброе утро, мы из Украины. Херсонщина – это Украина. Слава Украине. Героям слава. Сергей Владимирович, раз уж заговорили о деоккупации, интересные тенденции наметились сейчас на Херсонщине, расскажите, пожалуйста, подробнее о них. Говорят, что оккупанты бегут, и бегут очень активно. Так, действительно, оккупанты бегут, и как раз есть сообщение Генерального штаба об освобождении еще двух населенных пунктов в Береславском районе. Если посмотреть по карту, то наши вооруженные силы берут в очередное кольцо оккупантов в районе Береслава, а вместе с этим оккупанты бегут по всем переправам, и это фиксируется и как раз в районе Новой Каховки. И сообщают люди из Береслава, что военные фактически уже уходят, организованы из Береслава, покидают и районную больницу, уже вывезли оттуда всех раненых оккупантов, вывезли коллаборанскую администрацию, они уже покинули не только Береслав, а уже и весь правый берег, и сам город Херсон. И очень знаменательно то, что они сейчас распространяют по городу Херсону листовки, там, где коллаборанты Сальдо и Стримаусов на фоне российского триколора написано «Мы уже на левом берегу, почему ты еще направо?» Ну, в общем, какой-то тотальный абсурд происходит. Но пусть бегут. Лучше бы, конечно, их встретили наши партизаны, движение сопротивления, но, безусловно, мы все равно их найдем. Ни один предатель не уйдет от ответственности. Окупанты сейчас массово перемещают свою технику, используют все возможные переправы. Это и в районе Новой Каховки, и в районе Антоновского моста, там, где хаймерсы постоянно корректируют их передвижение, которое они соорудили под Антоновским мостом из барж, для того, чтобы использовать вот это вот временное баржевое сооружение для перемещения техники и живой силы на левый берег. И вот если днем оккупанты используют эту переправу для того, чтобы в большей степени переправлять награбленное имущество государственных предприятий, частных предприятий, где они уже не стесняясь пакуют ценное оборудование и увозят на левый берег и дальше в сторону Крыма, фактически разграбливая все то, что есть на правом берегу. Но уже и пришли сообщения, что оккупанты сейчас ставят за цель вывозить даже ценности музеев, которые есть в Херсонской области. И какой-то очередной абсурд. Они уже даже серьезно обсуждают вывести останки князя Потемкина с Херсонской области, чтобы они не оставались в городе Херсоне. И памятники Потемкину. Ну, в общем, полный абсурд происходит у оккупантов. Но это нагнетание паники и истерии для того, чтобы сделать вот такой вот хаос. А хаос им этот нужен. И как раз в том числе перемещение гражданских людей. И истерия, которую они сейчас совершают для того, чтобы как раз гражданскими людьми прикрываться на тех переправах, где они перемещают технику. И мы уже видели свидетельство этому, когда оккупанты пытаются обвинить вооруженные силы Украины в корректировке переправ по ночам. И еще раз подчеркну, по ночам, когда действует комендантский час и когда гражданских людей на переправах точно нет, а оккупанты переправляют только свою технику и живую силу. И то, что там под обстрел попали пропагандисты, рашистов, которые работали на захваченных телевизионных каналах и которые они использовали в целях пропаганды, так нечего было сюда ехать. Никто их здесь не ждал. И эти пропагандисты, они такие же преступники, как и военная Российская Федерация. Поэтому каждый, кто сюда пришел с войной, получит вот такой вот ответ от наших вооруженных сил Украины. Сергей Владимирович, вот еще такой вопрос. Да, мы видели в видео из больницы девушка с вот такими ногтями, с маникюром, поля насквозь, но она в макияже рассказывает, как это все произошло. Это даже, эту постановку даже смешно показывать адекватным людям. Вы не военный, но все же вопрос. Как вы считаете, дадут ли вооруженные силы Украины оккупантам уйти без боя? И вопрос касаемо гривен. Очень коротко, если можно. Ведь уже рубли уходят постепенно, терминалы, гривны опять возвращаются, бензин за гривны продают. Чего ожидать? Будет бой на месте или оставят и вернется в украинская мирная жизнь? Гривна уже возвращается по полной. Как бы оккупанты не вытесняли гривну, сейчас рубль убегает сам собой. Рубль убегает вслед за расистами. Сейчас уже не принимают к расчетам в городе Херсоне рубль заправки. Даже российские заправки, которые захватили наши украинские, их как базу для продажи бензина, перешли на расчет в гривне. Еще единственные российские супермаркеты принимают гривну, но они сказали, что это до понедельника, а с понедельника будут вывозить все остатки, даже продовольствия и оборудования с этих супермаркетов. И интернета сейчас в Херсоне нет. И три дня он был в состоянии больше мертв, чем жив интернет. Вчера его не было вообще. А сегодня появилось сообщение от интернет-провайдеров, что интернета в Херсоне нет, потому что выводится все оборудование провайдера на левый берег. То есть Херсон покидает русня во всех ее проявлениях и вместе с рублями. Да, будет ли возможность у них уйти без боя, да у них сейчас уж того не получается. И сейчас уже как раз под Антоновским мостом практически каждую ночь оккупанты несут потери, переправляя свою технику и живую силу. И сейчас идет деоккупация Херсонской земли на правом береге. То есть наши вооруженные силы не дают покоя оккупантов. Те, кто убежит, возможно, сейчас убегут. Но это не значит, что им дают спокойно уйти. Окупанты, которые пришли с войной на нашу землю, у них выход один в целлофановых пакетах отсюда. Да, поскорее бы они нашли как раз именно этот выход или любой другой. Просто оставили в покое всю Украину, вернулись бы к себе в Россию и занимались бы там самоуничтожением вместо того, чтобы мешать другим развиваться. Сергей Владимирович, спасибо большое за участие в эфире. Скорейшей деоккупации всех украинских территорий, конечно же, Херсонщины в том числе. Сергей Владимирович Хлань, советник главы Херсонской военной администрации, был с нами на прямой связи.